всем привет вас беспокоит виктор руководитель мастерской скала и сегодня хотелось бы представить вашему вниманию вот такую вот красоту это коньки морские это цикады это морские звезды но сразу хочу заверить защитников животных так как я сам защитник животных так сказать и против всего этого в общем проще говоря все это копии сводковых форум не удивляйтесь то есть животных мы не мучили животные как говорится все были здоровы и живы здоровы мы просто взяли данном случае модели за омедненные модели цикад омедненные модели коньков морских звезд они уже были другим мастером не нашим во всяком случае покрыты медью естественно живых насекомых а мы уже вот это вот так сказать матрица покрытые медью решили снять с них форму форму сняли тем образом каким принципе и все ювелиры пользуются то есть мы обратились к нашим коллегам мастерская эпос кстати рекомендую ребята молодцы они принципе кратчайший срок поняли все что мы хотим сделать все что мы выдумали они это оценили и вот принципе мы отдали им эти вот основные формы для того чтобы они нам сделали резин резину с которой в дальнейшем будет получаться восковые коньки восковые цикады восковые звезды и далее когда мы эти восковые формы так скажем получаем от них мы обрабатываем их только проводящим составом для первичной проводимости и соответственно окунаем ванну ванну первичной затяжки после этого они перемещаются в другую ванну и уже так сказать основным рабочим составом покрываются то есть медью более толстым слоем чтобы конек мог держать свою форму далее в некоторых местах ну мало заметно скажем так вот допустим у цикад это вот брюшка идет мы просверливаем отверстие и через это отверстие сама восковая форма под нагревом под воздействием температур вытекает то есть мы укладываем их в печь специально для восковок и оттуда соответственно весь воск вытекает получается пустотелая модель цикады коньки это пустотелые модели идут морские звезды там мы воск оставляем по той простой причине что во первых она может потерять форму даже если будет толстый слой меди тем не менее решили оставлять там воск а во вторых вставки каменные ну честно признаюсь пока еще не доработана технология по поводу того чтобы вставки держались полноценно сейчас они конечно укреплены залиты составом эпоксидным но тем не менее мы над этим работаем а что касается цикад и коньков то есть вполне прекрасной работы получается ничего похожего нету все абсолютно можно как это разные декоративные слои сюда добавлять одной черни можно принципе играться так сказать и получать различные модели цикад даже радужная патина то есть все это довольно таки красиво я как человек с кавказом цикада это там вообще святое в детстве помню засыпали под их трескотню как мы это называли раньше ну в общем принципе такое благородное насекомое и давно хотелось поработать вот именно вот с фактурой цикады с формы но гробить скажем так животных было жалко то есть не моё это честно говоря да и человек кто со мной работает именно по гальванопластике он может быть и взялся бы но он не умеет просто напросто он занимается простыми моделями умеет ну и как бы научить некому потому что я этим не хочу заниматься вот поэтому было принято решение получать восковые формы с оригинала эти восковые формы обмеднять воск выливается и далее изделия уже финишным декоративным слоем покрывается вот здесь допустим натуральная малохитовая патина все изделия они лакируются все вот эти украшения они покрывают специальным итальянским японским лаком двухкомпонентным то есть который в принципе ну хорошо он себя зарекомендовал он довольно таки стоит к различным воздействием но ты не знаешь что нужно бежать на море и прыгать там коньки или в цикаде но тем не менее в отличие от наших лаков отечественных вот эти лайки они себя хорошо зарекомендовали потому что во первых они двухкомпонентные во вторых они не теряют блеск где-то это конечно актуально что блеск где-то не актуально но в данном случае актуально чтобы был блеск они теряют свой блеск и в большинстве случаев не съедает лаки радужное покрытие и соответственно малохитовую патину но он ее съел частично но зеленый слой все равно остался то есть вот зеленый слой он как бы там есть никуда не делся вот что еще сказать это так сказать начало это были пробные модели естественно они выставятся на продажу ближайшее время надеюсь вы тоже оцените в принципе как это оценил я и если как говорится эта технология у нас приживется будет вам покупателям потребителям интересно то конечно мы будем заниматься именно вот такой вот работой кстати хотелось еще заметить а вот естественно поскольку эта форма морской конек он одной той же формы то есть пример вот эти вот они совершенно идентичны один в один но плюсы воска в отличие вот если бы это работать приходилось живым коньком мы можем придавать форму вот это вот допустим серьги и как видите это все один и тот же конек одна и та же форма но мне удалось его настолько изменить специальным аппаратом по воску то есть во первых он стал более легкий поскольку количество воску уменьшилось я ему изогнул шейку изогнул хвостик в принципе все как вот в природе с оригинала делал с аквариума скажем так фотографировал то есть смотрел как коньки плавают такой позе вот они в принципе замирают в одном месте жалко плавничков нету и вот получился вот такой вот арстоп можно получать серьги можно делать кольца все что угодно потому что воск при нагреве небольшом он пластичен и ему можно придать любую форму как видите еще один такой важный момент мы используем вставки из природных кристаллов именно вот глазках идут вставки в основном как правило это сейчас наверное меня руководитель мастерской по заругает но скажу что это изумруды правильно говорить в наше время учитывая все законы что это зеленые берилы но это изумрудики маленькие в глазках то есть и когда это будет на солнце на просвет они будут сесть насветиться выглядит очень классно то есть там именно идет цельный кристалл вставка с одного глазика на другой и смотрится очень здорово вот что еще это по декору скажем так по прочности ну скажу так роняли кидали то есть как бы можно их ронять ничего с ними не случается естественно давить как-то там гнуть не стоит потому что форма пустотела и это надо учитывать опять же можно было бы нарастить более толстый слой меди чтобы уж точно молотком не сломалось но два минуса в этом месте первый то что будет теряться фактура вот этих чудесных коньков хотя воском любом случае можно выделить что угодно по воску это вот теряется первая фактура а второе изделие при своей пустотелости она будет ну нелепо тяжелым я считаю это неуместно поэтому в принципе ронять можно если вдруг случилось можно не бояться но давить пинать как говорится не стоит вот значит пока снимал ролик немножко прервался потому что подоспели еще коньки цикады звезды здесь уже например классическая бирюзовая патина под лаком этот лак здесь уже опять же используется для холодных эмалей как видно даже по блеску довольно таки плотный слой получается и блестит но тоже красиво смотрится с обоих сторон она залакирована конек вот медь черненный довольно таки стройный фактурный то есть шикарно смотрится звезды морские различными уже вставками камнями тоже классической черни вот ну что еще хотелось добавить у нас еще также имеются заготовочки то есть полуфабрикаты скажем так это вот опять же одна и та же цикада одна и та же цикада то есть получается здесь ситуация какая я взял аппарат для воскования которым придают в общем которым ювелиры работают с воском и изменил немножко форму крыльев этой же цикады и получился такой вот после меднения мотылек скажем так на цикаду ну только брюшком пожалуй похоже в остальном совсем как бы другая другой зверь вот и пробуем мы их в различном формате в различных размеров вот это допустим крылышки вот так вот подогнуты то есть фантазия безгранична говорится не только не сколько все зависит от нас сколько все будет зависеть от вас от наших заказчиц от милых дам потому что говорится как вы решите так и будет нравится вам такое творчество не нравится здесь напишите делитесь вашими мнениями вашими комментариями а потому что нам важно мнение каждого поскольку идея она принципе не новая вот конкретно вот гальванизация по воску это еще и наши как говорится прадедушки это застали когда делали кукол скульптуры формы сначала отливалась из воска модель потом покрывалась первичной медью и так далее в общем это все было но в таком формате вот именно декоративная гальвана пластика мне кажется никто не занимается таким наверное другим проще просто напросто замеднить зверюшку а нам проще именно вот снять с воска модель не мучить зверюшку и получить бесконечно много различных самых разных декоративных украшений в одном формате но в разном декоративном покрытии что может быть прекрасней вот значит ну и подводя итоги что я могу сказать по всему этому во первых хочется поблагодарить мастерскую эпос которые вот эту мою идею сколько я его нашего сначала в голове потом на бумаге потом уже поделился эта информация с мастерами из эпоса спасибо им что они оценили что они вот заморочились так скажем снимать восковые формы опять же тоже такое занятие с одной стороны кому-то нудное кому-то нет но в любом случае спасибо им за это помогли поддержали ну и в поддержку вот этого вот так сказать всего украшательства могу сказать одно может быть не всем захочется пустотелых коньков не всем захочется пустотелы цикад в позолоте в посеребрении как мы в шутку называем и вам захочется цель на литую модель пожалуйста можно обратиться к ребятам из формы находятся у них то есть они могут спокойно вам цель на литую модель того же конька отлить как из бронзы так из меди так и из латуни так и серебра из золота и вообще из чего пожелаете то есть кому не хочется пустотелую модель вы можете заказать у них цель на литую то есть у скалы пустотелы и у эпоса цель на литую но вот в общем то и все пожалуйста обращайтесь заказывайте будем как говорится только рады потому что не знаю может быть у нас народ стеснительный может еще что или нет желания но у нас прекрасное меню в группе то есть там есть как отзывы вы можете написать категория так и ваши как говорится пожелания ваши какие-то может быть идеи мы уже не удивляемся ничему приходилось воплощать даже самые дичайшие просто идеи дикие дичайшие потому что таким наверно только ювелиры занимаются все это мы переносим в декоративную гальванопластику поэтому обращайтесь пишите комментарии отзывы сообщения мы будем только рады каждому с удовольствием как говорится отвечаем на все вопросы помогаем подсказываем обращайтесь мы будем рады вот ну в общем то и все что тут сказать всех вам благ добра здоровья будьте счастливы удачи